толстый какой олег в сми ходят последнее время такие слухи о том что наш глава республики те его речь займет какой-то другой пост и уйдет с головы как вы относитесь к этому плохо отношусь к этому плохо потому что сегодня найти замену главе республики при тех объемах федеральных целевых программ при той работе которую он делает мне кажется практически невозможно можно конечно я ошибаюсь вот но за эти семь лет глава республики настолько уже вошел в ситуацию и настолько все координирует всю работу в крыму что мне кажется что быстро никакого менять нет тем более нужно понимать что крым под санкциями сегодня что это расстрельная в любом случае долго для каждого российского чиновника плюс сергей валерьевич знает уже всех всех местных так сказать и предпринимателей и руководителей вот и куча об этом ходят постоянно все семь лет сейчас там усилуют мусилуют это сами вроде бы там чего-то где-то ищут замену питере там таком питере питер пусть со своим бардаком справится которого у него там больше чем достаточно мы бываем в питере видим каком состоянии питер и питерский зоопарк до позорище россии просто вот но это если зоопарки уже говорить вот поэтому сказать что там руководители от бога да нет нету их там я не вижу их там сама всех вот как вы смотрите на то что крымом должен руководить и крымчанин человек который живет к ним близко или все-таки там может быть любой руководитель я не считаю что именно крымчане должен быть талантливый способный работоспособный человек чиновник таких сегодня не много коррупционеров много менеджеров всяких много которые умничают вот а чтобы вот так работать пахать с утра до ночи и в субботу и воскресенье как это делает сегодня глава республики таких сегодня немного вот пыль глаза пускать да могут вот задачи которые ставит президент сегодня они очень очень большие конкретные и всех условиях видите то то ливни то грозы то пандемия еще какие-то негоразды вот кадров не хватает везде поэтому все очень сложно вот поэтому думаю что ты собственно какие к нему претензии ну как бы это вот несмотря тоже на то что у вас было недопонимание да мягко сказать все равно вы считаете что должен остаться недопонимание с отдельным взятым там предпринимателем она есть и может у него тоже характер у меня характер да он ни разу не был моих парках down рубил с плеча и отдавал мне что совершенно неправильные команды не знаю чем тут занимаемся и как этот объект но это было в прошлом но чё там вспоминать говорить вот но я рассуждаю сейчас не как с позиции кто мне выгоден там был бы на этом посту да кто бы там лучше относился к зоопаркам или там более был мягкий там да я рассуждаю сейчас только с той точки зрения чтобы будет лучше для крыма а для крыма мне кажется что аксёнов вполне справляется даже очень со своей ролью главы республики и не каждый глава какого-то региона российского так проводит столько совещаний и конкретных совещаний так спрашивает подчиненных вот и да и личным примером что видели пьяного аксёнова или там где-то отдыхающего на островах или где-то что-то прячешь его какой-то работы нет он все время на своем боевом посту он все время какой-то вызов ему не давала ситуация то ли это ливни то ли это кран обезья вот он идет много со временем и держит руку на пульсе любых событий до коррупция да много поменяли чиновников том все при нем и уверен что и он видел их и знал это везде есть ну его же не поймали мы на коррупции да не видим его не дворцов там какие-то еще вещей которые это самое хотя где ксб за всеми следили зато я вижу него постоянно в работе постоянно мониторить ситуацию и днем и ночью вот поэтому я бы на месте владимир владимирович не слушал уже никакие там слухи вот разговоры конечно не менял бы его потому что он отдал все свои силы и продолжает отдавать именно на благо развития крыма российского крыма и никто другой с этой задачей на данном этапе вот не справиться тем более нужно отдать должное что аксенов самый самый трудный период когда еще не было дорог когда еще была развалена социальная сфера садики школы вот когда этого всего не было вот и нужно было идти вперед он не побоялся пошел до делал ошибки а кто их не делает из нас тот кто ничего не делает тот не делает ошибок вот но если сегодня посмотреть на крым как он преображается вот и в том числе благодаря его руководству и воплощению тех идей которые ставит перед ним президент российской федерации вот правительство российской федерации вот просто надо по человеке сидеть не а там нравится он там не нравится внешний лицо с ним детей как говорится не крестить вот с точки зрения государственного деятеля с точки зрения его работоспособность эффективности и факты упрямая вещь если мы сегодня возьмем статистику что было что стало в крыму то надо быть слепым чтобы не заметить те изменения которые сегодня кардинальные изменения во всех областях которые не только произошли уже но и мы свидетели того что происходит остальное все коррупция там недопонимание где-то локальные войны и все может быть тут надо по большому счету смотреть кого кого я отношусь марату тукнулину очень уважением большим он биться примерно он мотается по всей стране у него столько программ у него столько всего от владивостока там до москвы хорошо что он курирует крым приезжает помогает там деньги направляют и так далее но мне кажется что тут нужно знать еще и местный колорит местную весь политикум это и управлять считать просчитывать ситуацию наперед и быть здесь конечно постоянно не только какими-то набегами ну вот конечно святое место пусто не бывает и всегда найдутся какие-то замены но нам есть чем сравнивать слава богу в крыму уже было много руководителей вот но аксёнов стал мне кажется руководителем уже достойным достойным того периода и той ситуации в которой он работает считается что него менять не нужно но я хочу сказать немногие предприниматели над своими личными обидами поднимутся и дадут оценку именно как руководителю